Они рассчитывали на комфортную загородную жизнь и оказались в посёлке-призраке с массой нерешённых проблем. Речь идёт о сотнях семей из Раменского района, которые купили участки под коттеджи. С людей собрали десятки миллионов, но обещанные дороги таки не построены. Общие электросети почему-то оказались в частных руках, а газ появился лишь в трёх домах из полутысячи. Где деньги? Разбирался Александр Карпов. Более 500 семей, владеющих домами в ЖК Кузнецовское подворье, вдруг обнаружили, что все они жители посёлка-призрака. В выписках мы значимся по адресу сельское поселение Кузнецовское. При этом мы обращались в администрацию, спрашивали о них, в сельское поселение мы не входим. Они не могут жить ни по закону о садоводческих товариществах, ни по городостроительному кодексу. Причина одна. Нет земель общего пользования. Земля общего пользования находится в частной собственности. В ловушку покупатели участков попадали сразу же, так как платить их заставляли не только за землю, но и авансом за газ, электричество и дороги. И всё это одной и той же компанией «Новострой». Она же является управляющей компанией. И если ты не подписываешь один из договоров, то бишь газ, электричество или управляющая компания, то тебе просто не продаётся земля и всё. Мы заплатили деньги кому-то просто, понимаете, купили дороги для какого-то человека. Мы заплатили 192 тысячи за услугу по прокладке трубы. Сколько всего на круг? То есть примерно у нас стоил участок порядка 450 тысяч, что-то такое, а всё остальное до миллиона. Вот у меня участок стоил миллион пятьдесят. За газ собственников собрали около 75 миллионов рублей. Однако этих денег хватило на газификацию всего лишь трёх домов из пятисот. Вот полюбуйтесь, дом с газом принадлежит сотруднику ООН «Новострой». А знаете кому? Валиулина Елене Сергеевне. Договора на электричество опять же были заключены порядка там пятисот. Оказалось, что на наши деньги эти трансформаторы построены, но принадлежат они какому-то частному лицу. Кому? Конкретно Валиулина Елене Сергеевне. С дорогами та же история. Их просто нет. Куда делись деньги, в управляющей компании не объясняют. А асфальта никто вам не обещал. Про асфальт я подтверждаю. Когда покупал землю, обещали пока въездные пути, пока строятся люди. Далее будет асфальт. Не знаю, может быть говорили, что планировали. А почему вы со всеми параметрами так надуваете? И с электричеством, и с газом, и с дорогами, и с счетчиками. Везде у вас получается дурёж. Почему надуреваем? Вот куда ушли наши 2 547 коммунальные платежи. Вот они стоят. Название улиц. Ни на одной улице их нет. Скоро вечером приезжают. Это вот то, что они сделали за ваши деньги? Да. Недовольных и жалобщиков карают жёстко. Мне перекрывали шлагбаум. Я не могу достроить свой дом. Кто прикрывает? Сотрудники компании ООН «Новострой» и конкретно госпожа Валиулина. Получается, что жители Кузнецовского подворья фактически находятся в рабстве у всемогущей госпожи Валиулиной. Мы все жители хотим идти в сельское поселение. Это единственное спасение. Они дают, соответственно, собственники, они не идут на диалог. Но, по мнению юристов, ситуация с появлением посёлка-призрака могла быть намеренно создана недобросовестными девелоперами. Ведь избежать её можно было, всего лишь организовав садовое или дачное товарищество и передав ему земли общего пользования. Александр Карпов, Илья Кузьмин, Виктория Гагуа, Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34 Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия Редактор субтитров А.Семкин